Особенно грустно рассказывать и вспоминать друзей веселых, таких оптимистичных, которых тебе лично в данный момент, в данном конске жизни не хватает и уже не будет хватать, таких, как Андрюша Пашкевич. В то время, когда я писал Марию с младенцем, он писал другое, что отравляет нашу жизнь. Он расчищал мир для того, чтобы потом Марию с младенцем, придя сюда, я сказал, как здесь хорошо, как уютно, как приятно. Я когда бывал, ему звонишь по телефону, он всегда говорил так, алло. Вот это алло, оно характеристика доброжелательная. Мы не знаем, в каком он состоянии души, в каком он настроении, с чем мы к нему звоним, а он нам говорит, алло, и сразу как-то думал, алло, человек, что-то рад, что ты ему позвонил, и он говорил так всем. Вот в этом был весь Андрей. Я тебя повсюду искал. Не, 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 могилу милой искал. Милой, ну я просто говорю, я, а ты, а я могилу милой искал. Жуткий. Ну, веселый, он был улыбающийся, он был такой плейбой. Вот такой настоящий плейбой. Ну вот это выражение «добрейшей души человек», оно стопроцентно ложится на Андрюшу. До наступления Нового Года остается каких-нибудь пара часов. Вся большая семья Пашкевичей уже в сборе. Подтягиваются запоздалые гости. Андрей снимает это событие на новую, недавно приобретенную видеокамеру Sony. А в это время уже вовсю идет штурм города Грозного. Первый и второй батальоны Манкопской бригады вышли в район железнодорожного вокзала. То, что эта война затянется надолго и принесет много горя в дома русских и чеченцев, еще никто из них не знает и даже не догадывается. В этот год Андрей нарисует три картины своего цикла, название которым он придумал чуть ранее – «Политэкология». Узнаю первые муки в моей душе сомненья свету. 2010 год. Выставка Андрея Пашкевича в Центральном доме художника. Сам Андрей находится на лечении в Бельгии. У него рак. Ему делают очередную химиотерапию. Андрей Петрович, наша выставка здесь лучше всех. Вы самые выдающиеся сейчас в ЦДХ. А мы здесь просто уже три дня и можем об этом судить. Любая работа абсолютно драматургически закончена. Вот эти работы выгодно отличаются от того, что можно было бы назвать просто плакатами. Придет время, действительно, вся наша история будет прочитываться, в том числе и через эти картины. Андрюшка, поздравляем, поздравляем. Давайте вот так соединим наши бокалы. Андрюшка, мы встали. Юра, иди сюда, летите все сюда. А так, знаете, почему Грета? Так, струя успевает зарядиться кислородом, воздухом. Скажи, а вот когда ты в Питере делала выставку, реакцией была какая-то общественность? Да, вот это важно. Помните, слепцы идут, а перед ними пропасть. Но они продолжают идти. Это урок к тому, что ты должен все время двигаться. Если даже ты ослепнешься, ты должен двигаться. А иначе нет смысла жизни. Жизнь для чего-то же дана? Для какой-то реализации. Ты должен что-то, какую-то запятую быть, может, в этом гигантском тексте жизни. Хотя бы, чтобы на твою долю выпала вот эта возможность. Даже не буковка, а просто запятую. Сделать какой-то акцент. Так вот, этот акцент и был в Андрее. Он знал относительно счастливое детство. Папа у него работал в кино, зарабатывал. Мама тоже была. Это была очень хорошая семья, по рассказам Андрея, я знаю, что. Хорошая семья была. Они жили недалеко от ВГИКа. Скромно жили, но дружно и так далее. Мама была всегда с папой. Постоянные экспедиции, значит. Мы были с бабушкой. Отношения были такие. Вот они приезжали, экспедиция. О, там, ля-ля-ля, подарки, там, то-сё, пятьдесят. А так, в основном, бабушка была в детстве. Потому что, как правило, летом они нас брали с собой. По крайней мере, меня. Потом, когда мы начали взрослеть, школа началась такая уже не начальная, а средняя школа уже, где-то класс пятый, шестой. И родители стали ближе, безусловно. Единственное, что, вот я говорю, что, как художник, он, конечно, меня оказывал такое творческое влияние с самого раннего детства. С двух лет, с трёх лет, может, с года, я не помню этого. Но бумага, карандаш, и всё время рядом, это ему нравилось. И этот момент был всегда присущ. Больше того, мы довольно часто ездили на пленэр, ездили на всякие там зарисовки. Пётр Исидыч, это, конечно, это был уникальнейший человек, от которого я сейчас пример ставлю всем нынешним художником. При мне однажды случайно заглянул Пётр Исидыч в кабинет замдиректора киностудии. И Григорь Барч, Рималис, тогдашний замдиректор, попросил помощи, потому что как-то была проблема с нашим художником. Я не буду говорить, кто был художником. У Пётра Исидыча не нашлось ничего в кармане, кроме бумаги, кроме пачки сигарет. На пачке сигарет он нарисовал план декорации, которая потом была построена вообще для этого фильма. За полминуты. 1988 год. Андрей на автомобиле направляется к себе на дачу, расположенную в районе Рублевского шоссе. Самая первая картина, она начала, вообще вся эта ситуация началась с того, что мне разбили стекло на Рублевском шоссе. Это как только появлялась какая-нибудь чёрная машина, тебя останавливали в сторону, а если ты не остановился, мне просто разбили палку. И я пришёл, рассказывал, ну, я написал, это была первая моя картина, 20-рублевское шоссе. Эта картина положила начало целой серии картин под общим названием «Политэкология». Я поступал в АГИК на художный факультет. Больше того, я проработал на художном факультете два года до того, как поступать. Работал фотолаборатом, работал в архиве, делал фотокопии работ, которые писали студенты. Но в основном я сидел, конечно, в мастерских. И вот там, конечно, мне очень много дал и Пименов, и Юрий Иванович. Я поступал на художный факультет, но за два года моей работы на художном факультете я так испортил отношения с деканом художественного факультета, что он был категорически против моего, значит, моей учёбы на художественном факультете. Я кончил в АГИК, хорошо кончил его, выдавал большие надежды в этом вопросе. Но, опять-таки, вот характера моего не хватило для того, чтобы это дело, как говорится, посвятить этому делу всю свою оставшуюся жизнь. Первая персональная выставка политэкологии состоялась в 1992 году перед премьерой фильма «Сталин» с Робертом Дювалом в главной роли в «Доме кино». В 1992 году я увидел выставку его работы в «Доме кино». Надо сказать, что это было довольно сильное впечатление не только у меня, но и у многих зрителей, в том числе у тех, и мнению которых я доверяю, как-то и прислушаюсь, что называется, мнение которых интересно. Разумеется, это было нечто необычное. Чем и каковым и осталось. Получается, что Андрей единственный, который, как художник, осмысливал это время, очень сильно, драматично это переживал. Корявость этого исторического времени, запутанность его, такой клубок, из которого нельзя вытащить ни одного конца. И вот этот клубок, этот сгусток, и был предметом его и размышлений, и предметом его и материи для творчества. Это удивительный был человек. Я его всегда вспоминаю смеющимся, веселым. С невероятной голубизной глазами, синие-синие небесные глаза. И вот я Андрюшу всегда так говорю, что Андрей был как солнышко, солнце, а вокруг него, как вокруг солнца, вращаются планеты. И вот мы все, кто окружали Андрея, были этими планетами. У него в советские годы была двухкомнатная квартира на улице Павла Корчагина. Это было место абсолютно уникальное, абсолютно не советское, абсолютно особенное, особенное во всем. Все было сделано им самим. Там висели какие-то его картинки, его пейзажи, его шаржи, висели иконы, вот его поделки, он же вырезал что-то, ложки какие-то делал, с собой, я помню, ботинки такие на деревянной подошве, причем очень интересные. Когда у него было время, он обязательно что-то делал, причем и не делал, а творил. И вот в эту квартирку мы пришли, поднимаемся на этаж, я смотрю, замок вот круглый, а замка нет, дырка. Я говорю, так слушай, у тебя замка нет, квартиру взломали что ли? Он говорит, да не, она всегда такая вот с этой дыркой. Я говорю, почему? Ну я оттуда вижу, кто пришел, вот, а кто приходит в эту дырку, видят, что я дома. Я говорю, так дверь-то не закрывается, говорит, а она зачем закрывается? Меня нет, друзья приходят, я говорю, да ты что, да, а что, говорит, холодильник, если у меня полный, ребята придут, пообедают, поедят, а кто, ребята, а черт его знает, кто в течение дня-то может прийти. Я-то все время кручусь, верчусь, у меня дел, куча. Я ахнул, думал, шутит. Была какая-то некая человеческая универсальность в нем, он создавал поле отношений с другими людьми, в котором было комфортно, интересно, и было ощущение, не повысить этого слова, такой, чистоты. Помощь другу, она всегда была, и с детства, и во взрослом состоянии, и так далее, и так далее. Вот, Андрей мне помог просто, можно сказать, ну, где-то и выжить, потому что он запустился, у него была программа телевизионная «Спасольские вечера», и вот, говорит, ну, мы с ним очень много работали на этой программе. Он никогда ни у кого ничего не просил, но всегда угадывал, кому что нужно. И если угадав, он понимал, что в этом нужна помощь, он всегда помогал. Какой-то мы фильм посмотрели, «Беспечный ездок», и там я увидел на Питере Фонде куртка кожаная, это первый фильм, который мы, россияне, увидели про этих, как они, рокеры, да, И я Андрюхе говорю, Андрюхе, смотри, куртка какая, а, ух ты, какая лихая куртка, с ее широкими плечами, приталенная, кожаная такая. Он говорит, Санька, у тебя такая будет? Я говорю, да ладно, будет? Говорит, будет, будет, будет. Я, говорит, присмотрел на студии Горького, говорит, кожу привезли для какой-то исторической картины, вот, говорит, ну, правда, говорит, не такая кожа, конечно, какая у Питера Фонда, ну, говорит, все будет нормально, и что вы думаете, он приносит из толстой сыромятной свинины свиная кожа, толстая, пахнет чудовищно, но сшито один к одному, вот, под ту куртку, и вместо только пуговиц, говорит, пуговичек не было, Сань, я костыльки сделал, знаешь, такие, говорит, деревянные, говорит, вот, на, ну, тоже на ремешках, такое вот, куртяк, говорит, померяй, я померил точно мой размер. Я говорю, а кто шил, он говорит, а кто, я, я, да не может быть, потом я узнал, он сам все шил, это потрясающе. Скажи, пожалуйста, татарчик, ты мне лучше скажи вот какую ситуацию, жизнь удалась, жизнь удалась, ну, видишь, последние десятилетия этой жизни, я встретил тебя, все, жизнь удалась, мы ушли, так, это твое. 1993 год. Бельгия. Антверпен. В художественной галерее, где проходит выставка политэкология, вспыхивает пожар. Вся коллекция картин сгорает. Конечно, он был в шоке, но он практически тут же начинал вот это все восстановить, кроме нескольких картин, которые он сказал, что вот это не могу восстановить. Но то, что он это переписал, это, конечно, такая воля была восстановить все. Но один к одному у него остались вот эти всякие фотографии, и он практически все сделал, но просто без изменения. Без изменения. И в рекордном темпе. Это просто не верится, что он мог это все восстановить. Как сейчас помню, я иду по студии Горького, по коридору, и вижу Андрея. Говорю, привет. Он говорит, привет. Он был такой мрачный, он работал ассистентом оператора уже несколько лет. Ему это надоело, и он хотел делать что-то сам, как оператор. Он говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю, я вот сценарий принес, хотел показать, может быть, что-то получится. Он говорит, ну и что? Я говорю, да никого нет там в редакторе, может быть, завтра подойду. Он говорит, а можешь мне до завтра дать сценарий? Я говорю, пожалуйста, возьми. Он на следующий день мне позвонил, говорит, подъезжай ко мне. Я говорю, зачем? Ну, мы начинаем съемки. Он дал свой сценарий маме своей прочитать, Тамаре Петровне. А Тамара Петровна была в курсе всего, что происходило в кино. Хотя она сама в кино не работала, но она была жена известного кинтографиста. Она прочитала, ей понравилось. Она тут же звонит замдиректора киностудии Мегорького, Рималесу. И говорит, Гриш, есть сценарий замечательный. Режиссер, может, ты их запустишь? Рималес говорит, все, вези сценарий срочно. Он прочитал, сказал, все, запускаем. А оказывается, к тому времени уже несколько раз запускали и останавливали фильм «Тасу полномочен заявить». А плановое производство в Советском Союзе нужно было что-то немедленно запустить. Ну, хоть что-нибудь. И тут подвернулись мы. Вот Тамара Петровна устроила, и все, мы начали работать. После первой короткометражки, которую мы сделали с ним вместе, мы сделали несколько полнометражных фильмов. То есть мы работали постоянно, постоянно, были востребованы и работали абсолютно без перерывов. Потом, когда закончилась советская эпоха и началась другая эпоха, остановилось кино и остановилась наша жизнь предыдущая для всех нас, в том числе и для Андрея, и для меня. В это непростое время Андрей придумывает и пишет политэкологию, зарабатывает на жизнь продажи натюрмортов и пейзажей, занимается ремонтом квартир. В 1994 году он создает телекомпанию «Русское музыкальное телевидение» и как продюсер работает над программой «Посольские вечера», выходящей на телеканале ТВ-6. В начале 2000-х он пробует свои силы в создании документальных фильмов. «Один!» Посмотри на меня! Прямо! Не-не-не, не поднимай голову! Слушай, смотри на меня, я тебе сказал! Я тебе сказал, смотри на меня! Ух какой! Знаешь, какой у тебя голубой глаз! Они познакомились в начале 90-х. Андрей занимался ремонтом квартир. Грета работала в представительстве одной из бельгийских фирм. У Андрея уже был достаточно большой опыт семейной жизни, но к тому времени он был один. Для Греты Андрей стал ее первым мужем. В 90-м году решила работать в СССР. Приехала и нам доставили квартиру от фирмы, которую меня послали из Бельгии. Ну, там надо было поставить дверь. Вы думаете, кто там появился? Это был Андрей. Мы приехали ставить дверь. Потом она попросила там что-то ей подремонтировать. Потом еще что-то. И потом Андрей, в общем-то, так и остался. Очень такие интеллигентные люди. Мне так понравилось, как они себя ведут. Так тихо, спокойно, все убирают. Каждый день мы жили просто с удовольствием друг к другу. Вот и все. Больше ничего, нам ничего не надо было, кроме вот присутствия другого человека. Вот это самое главное. Я просто наслаждался его улыбкой утром. Просто это для меня самый большой подарок. Это как любовь с первого взгляда, что ли. Он был молчаливым. Я тоже не очень много говорю. В принципе, так получилось, что нам без слов было очень хорошо. Просто очень хорошо. В последний раз мы договорились встретиться в доме Нащекина, в галерее. Мы встретились, а там высокая лестница. Я боялся, как он поднимется по лестнице, но он поднялся сам. Я даже не помогал ему, просто шел сзади. Ну, конечно, было уже тяжело, потому что всякие мысли возникали. А он вел себя... Вот это, конечно, силище необыкновенное. Он вел себя, как будто ничего не было. Мы с ним посидели в доме Нащекина, потом зашли в кафе напротив. Он поел супчик, сказал, что неожиданно есть аппетит. Вот. Потом Грета появилась. Мы поехали домой. Вот. А потом, значит, надо было позвонить. Потому что он где-то был, потом появился. И вот я уже по телефону понял, что это было за день, да. Но ничего не... Он совершенно не изменился. Абсолютно не изменился. Он сюда, к нам в театр заезжал. Мы к нему с Леной заезжали. Она в Крымскую. Когда он приехал из Бельгии. Нет, нет. Ничего не изменилось. Да и не могло измениться. Он был такой настоящий человек, настоящий друг. Помню, последняя встреча наша была у Юры Николаева в новой квартире. Юра, значит, мне показывал свои хоромы с огромным панорамным стеклом открытым таким. Значит, стена вся стеклянная, весь вид на Москва-реку, на Киевский вокзал. Вот. Хожу, я говорю, надо же, а как все здорово, как все здорово. Вот. И Андрюша сидит, улыбается, говорит, ну вот у тебя и глаза разбежались. Я говорю, так Андрюш такое увидит, у тебя бы не разбежались. Он говорит, нет, у меня не разбегутся. Я говорю, почему? Он говорит, а у меня один глаз стеклянный. Я думал, он пошутил. Оказывается, действительно, он потерял один глаз. Вы представляете? Но к этому относился вот так вот, с юмором и легко. И как человек, как художник, и как гражданин, не удивляйтесь, он должен был это запечатлеть, свои размышления. 17 февраля 2005 год. В честь 60-летия Андрея Пашкевича галерея Нащукин открывает выставку «Политэкология». Последняя картина из этого цикла «Великое терпение» уже написана. Но впереди еще несколько новых работ, посвященных друзьям. И несколько ярких, интересных картин, выполненных в абстрактной манере. Впереди еще шесть лет жизни, не слишком простой, но счастливой. Еще раз. А то это... А то это... А то это...